рин насколько объемна ваша сеть и какова география покрытия сейчас мы представлена 101 аз с в москве московской области мы локальная компания больше чем а за с нефт магистраль как скажем так компания росла в последнее время вот открытие в этом году если брать по плану не по плану как получилось мы идем четко по плану никакие внешние политические обстоятельства на нас не оказывают особого влияния в этом году мы открыли наш флагманский объект аз с номер 60 который находится на 12 километре мкад это самая большая за из в россии и даже самая большая за из в россии а полтора гектара площадь и полторы тысячи квадратных метров сам торговый комплекс которым расположены магазин кафе и сервис ну вы здесь еще представляете помимо самой нефть магистрали бренд гурмани как я понимаю вот каковы особенности именно вашей аудитории то которые посещают вашу ваш с и а на что вы ориентировались привод запуске создания этого бренда вообще наша концепция а это больше чем с это говорится о том что мы нацелены создавать экосистему в которой автомобилист может совершить несколько действий направленных на получение ценности помимо того как заправить автомобили мы хотим его в качестве вкусно кормить мы хотим продать ему дополнительные товары которые ему необходимы для детей для животных для семьи и хотим помыть его автомобиль то есть целая экосистема и бренд гурманика тот который возник в 2019 году возник очень интуитивно только по той причине что за все годы развития хоричевого направления в нашей компании а собственник наш александр геннадий ерасов никогда не был доволен тем качеством продукта который мы делали работая на закупочных до ингредиентах котлетах и сосисках с которыми работают все остальные компании в какой-то момент мы приняли решение что качественный вкусный продукт мы можем выдавать только тогда когда мы сами будем его производить собственно говоря от момента возникновения идея за там несколько месяцев мы построили в производственной площади и сейчас все что есть на наших азс от круассанов до бургеров и даже кофе мы производим сами и сейчас мы можем с уверенностью сказать что еда на наших азс вкусная еда такая же как в сегменте хоричном в кафе и ресторанах москвы и по сути мы создаем новый сегмент бизнеса потому что до того как войти в производство еды мы проводили исследования когда спрашивали у наших клиентов у клиентов наши азс и у клиентов других азс а как и вообще относитесь к еде на азс и 90 процентов респондентов нам сказали есть на азс невозможно мы там иногда питаемся только потому что нам нужно но особого удовольствия до от еды мы не получаем а тут же такой magic вообще еда это в принципе про удовольствие и про вкус тогда мы поняли что если мы нацелимся на то что мы захотим создавать качественно вкусную еду и сможем это реализовать мы создадим новый бизнес мы сможем менять отношение к еде на зс употребителей и собственно говоря вот прежде чем сейчас мы начали писать это интервью каждый из за из вашей же команда мне сказал что вы являетесь нашими клиентами и вам у нас нравится потому что вкусный кофе вкусно карасаны и прочее и у нас есть такой замер который мы проводим а раз в квартал мы спрашиваем наш клиентам как вы оцениваете там нефть магистраль бренд гурманика бренд макбургер и сейчас индекс удовлетворенности нашей едой наших лояльных клиентов состоит 60 процентов это очень высокий показатель нпс в рамках хоричного бизнеса и мы гордимся тем что вот мы начали менять отношение к еде на зс и сейчас у как минимум клиентов наших зс есть четкое представление о том что на зс можно завтракать обедать ужинать и брать еду с собой потому что это вкусно качественно и сто процентов гарантированно единообразно вкусно качественно в каждом в каждой покупке это тоже важно до сохранения стандарта качества выдаваемой продукции где вы все это производите где ваши плюс на площадке как у вас устроена скажем так а насколько часто обновляется ассортимент в точке то есть как это все да у нас две производственные площадки одна находится на волгоградском проспекте там где наша штаб-квартира нефть магистраль там цех по производству готовой еды упаковки еды в упаковке и вторая и третье производственные площадки на варшавском шоссе там у нас мясной хлебопекарный кондитерский цеха это площадки в оборудованы настолько высокотехнологичные что если вы видели видеоролик обзорные нас на одном из телеканалов и там михаил гончаров который собственника теремка давал комментарии потому как устроена наш производство площадке он сказал я этих ребят не знаю но то что я вижу это просто космос ребята вложили очень много средств и экспертизы чтобы создать это производство можно было делать проще мы порадовались потому что это означает что мы все сделали правильно мы не пошли простым быстрым каким-то дешевым путем мы вложились производственной площадке для того чтобы правда долго циклично стабильно в наращиваем объеме производить кучу вкусную качественную еду как часто вы поставляете значит ежедневной поставки утром каждая аз с а у нас получать нашу еду и все что там мы не продаем по стандартному хоричному пути мы утилизируем в конце рабочего дня это налажен налаженный процесс если отвечать на ваш вопрос как часто мы обновляем ассортимент а у меня как у маркетолога когда я пришла в эту компанию а волосы встали дыбом потому что мы это делаем раз в две недели то есть мы каждые две недели обновляем часть ассортимента потому что одна из наших политик давать разнообразие да а разнообразие можно давать только тогда когда ты ну пробуешь вводить новое выводишь и цикл принять решение в нашей компании так как мы работаем по джайлу такой что от момента возникновения идеи и брифа на производство через две недели продукт на полке это очень быстро потому что там же есть дегустации разработки по постановка продукта на производственный процесс упаковка и прочее что сейчас такое скажем так вот самое популярное что всегда с пользой спросом на любой точке у ваших посетителей но самым нашим флагманским продуктом который занимает доминирующую долю это кофе который мы сами производим у нас есть отдельный кофейный департамент ребята ездят на кофейной плантации выбирают зерно и нам его везут мы его обжариваем на собственном ростре то есть это целый цикл производственный а дальше все что связано с выпечкой из слоеного теста круассана и слойки и прочее это очень любимые среди наших клиентов продукт потому что если не запробыли вы наш круассан он он наверное лучше в москве вот у меня а хоричная экспертиза потому что там правильно мука правильно сливочное масло мы вот открыто не используем маргарина вы допекаете на точке уже немножко не так каждое утро у нас поставка фреша на все наши с каждое утро а дальше в течение дня ребята допекают то что им необходимо вот собственно говоря такая цепочка а как сейчас вы привлекаете новую аудиторию если говорить дальше про маркетинг и про пиар скажем смотрите если говорить про продукт бренда гурманика тут история такая помимо того что мы на наших производственных площадках производим продукт для нашей 101 сс еще мы производим продукт для наших b2b клиентов это известные сети вкус виллу кейс до перекрестки мы для них тоже поставляем продукт под их стм потому что наши производственные мощности сейчас не догружена до того момента чтобы сказать что все больше мы мы не можем принять поэтому на базе их заказов мы что-то чему-то учимся обтачиваем свои технологии и это позволяет условно говоря нам убить двух зайцев и загружать производственные мощности и наращивать собственную экспертизу в разработке продукта в прошлом году мы приняли стратегическое решение мы идем в открытие сети городских кафе вообще отдельное бизнес направление это диверсификация нашего бизнеса кафе гурманика пока я думаю вы наверное не так наслышаны но если все пойдет по плану и за два года мы откроем 60 точек которые мы запланированы москве московской области мы станем лидера сегмента кафе кулинарии городских вот а то есть это формат получается какой-то такой маленький набегу или это прям полноценно вот где официанты будут там это фараткой тогда там не будет официантов это линия раздачи кулинарии выпечки с кофемашиной где клиент по примеру как кафе кулинарии заходит делает заказ оплачивать его и ему его приносит то есть сервис с персоналом обслуживающим на моменте принятия заказа выносит в выдаче в зал и у уборки за клиентом вот такая история то есть наверное если говорить про конкурентов вы спросите на что-то будет похоже это брать караваева то есть вот мы идем в этот сегмент и мы нацелены вот прямо стать сильнейшим игроком этого рынка упомянули про работу с битубе партнерами клиентами какой сейчас объем примерно вы подставляете вот этим всем компаниям а это безусловно в рамках всего объем продаж он маленький около трех процентов но мы планируем его наращивать то есть потенциал для его роста совсем зачаточного за последний год а этот сегмент вот если говорить в пропорциях роста утроился вот утроился от момента его возникновения вот сейчас ритейлеры говорят о том что они бы с удовольствием отдали допустим готовую еду на аутсос чтобы самим ну то есть ритейлер должен продавать а производить должен производитель вот вы готовы скажем так к увеличению объема такого с абсолютно если будут запросы мы готовы мы мы его и как раз таки увеличиваем и как раз таки с основными ритейлерами мы уже работаем они в нас уже увидели площадку который вы дает качественный продукт стабильно со стабильно вкусовыми качественными характеристиками здесь же важно что в любом производстве помимо процесса разработки еще важно поддержание стандарта на во всей линейке на всем времени цикла по поставке продукта чтобы тот продукт который вы съели сегодня был ровно таким же завтра и послезавтра и наша вот система производственная контроля позволяет вот контролировать весь этот цикл создания и разработки и изготовления продукта программа лояльности вас он довольно интересно в том плане что вот полученными за заправку баллами можно расплатиться за еду в кафе полностью это сейчас какой-то ход чтобы вот заполучить аудиторию кафе либо вы в принципе такой вот избрали стратегии дальше будете исследовать выстроена смотрите это одно из наших у т.п. одна из наших ценностей одна из наших диверсификации чем отличаемся от основных конкурентов мы не можем конкурировать на рынке топлива по стоимости потому что топлива плюс минус стоит у всех одинаково и нужно создавать постоянно дополнительную ценность как можно создавать дополнительную ценность давая дополнительные товары и продукты которые можно купить в один приезд давая возможны способы интеграции когда ты как раз таки на на топливе копишь эти баллы как вы правильно сказали в рамках нашей программы лояльности клиент за заправку копит а дальше может списывать бонусы на ритейл на хорику на на мойку в размер 100 процентов такого не делать никто а все это для того чтобы как вы правильно сказали приучить клиента к нашему продукту чтобы он ему понравился то есть мы как классический способ маркетинга сэмплинги да когда ты даешь что-то бесплатно либо по сниженной цене для того чтобы клиент получил эту устоявшуюся привычку когда ему вкусно и качественно и дальше при возникновении потребности выбрать а куда мне поехать там только заправить автомобиль или там где я могу помимо того как заправить еще получить удовольствие от кофе еды и какого-то дополнительного сервиса конечно же клиенты выбирают этот дополнительный сервис особенно если мы говорим о рынке москвы и московской области где клиент но он уже до достаточно избирателен он много что видел понятно возможно наша модель не была бы конкурентоспособны в регионе где немножко другая насмотренность и немножко другие уже потребительские привычки в рамках москвы московской области эта модель работает потому что мы даем высокую планку продукта и чтобы клиент его смог раз пробовать он должен его попробовать на каком-то вот истории бесплатного контакта мы два раза в год в нашей сети проводим такую акцию когда мы поим бесплатно кофе за заправку от суммы и каждый раз по окончании этой акции мы видим прирост в количестве проданных чашек кофе потому что количество новых привлеченных клиентов которые до этого возможно ни разу не попробовали кофе он увеличивается а дальше для них это через одну-две чашки становится привычкой и вот это положительная привычка когда клиенту удобно приезжать заправиться взять кофе и еще что-то с собой вот она пока вот это вариант пока вы сейчас как стадии наращивания постоянном наращивание сколько сейчас у вас держателей приложения как более полутора миллионов установок более 50 процентов активных из них пользователей и такой показатель как вовлечение мобильного приложения в чеке то есть как клиента со совершать покупку используют а мобильные приложения 72 процента говорит о том что высокое количество лояльных клиентов с нами а дальше задача постоянно как бы правильно сказали наращивать новых клиентов пропуская вовлекая их в использование мобильного приложения рассказывая об этих сервисах которые у нас есть вот собственно говоря я как человек занимающийся маркетингом это моя основная зона ответственности у вас есть доставка да вообще что за зверь как вот куда вы развиваете и и куда доставляете где она работает как она устроена своими ли силами доставка это тот вектор хоричной деятельности который появился там пять лет назад и в который сейчас все идут и активно его развивать двумя путями мы идем классическим путем когда мы безусловно работаем с деливери с яндексом с агрегаторами где налаженные маркетплейсы и у потребителя есть привычка выбирать там но помимо этого мы развиваем собственное мобильное приложение гурманика где загружен весь наш ассортимент и можно сделать заказ через наше мобильное приложение и история такая что от маленькой доли заказов мат через наше мобильное приложение мы эту наращиваем ну и цель понятно мы не как мы понимаем что сто процентов покрытия доставки собственным мобильным приложением мы не сделаем никогда но как минимум удваивать ежегодно эту долю мы бы хотели потому что для нас это клиентская база да мы же понимаем что рынок конкурирует вот этими юнитами контактными с клиентами когда она есть ты дальше можешь ее до нее доносить ценности своего продукта вот а какие цифры сейчас примерно по доставке я скажу так что доля собственного мобильного приложения порядка 10-15 процентов если говорить доля доставки в целом всего объема продаж хорики это примерно до 10 процентов вот так у нас просто есть особенность мы не покрываем географии сто процентов москвы московской области потому что логистика не так проста вот сейчас когда мы пойдем в город сетью кафе гурманика это будет пешеходная локация то мы сможем потихоньку покрыть но как минимум всю центральную часть города а это наша точка роста то есть увеличение географии доставки это всегда она может значительно увеличивать твою долю из пока мы работаем с теми особенностями потому что в доставке же есть такой критерий время доставки потому что если ты выходишь за его пределы твой продукт умирает и у его уже невозможно есть это должен него укладываться для того чтобы этот продукт доезжал до в том ценностном и в целостном виде до конечного под когда у вас открытие кафе запланировано значит три кафе работают на сегодняшний день она волгоградском проспекте ему уже два года летом в июле мы открыли авиамоторную на прошлой неделе мы открыли точку на сусальном нижнем сусальном это арма бизнес такой кластер и есть еще пять подписанных договоров тверская имская большая грузинская электродная и вот эти вот там пять новых локаций чтоб кафе было 10 в этом году откроется в этом году то есть наш амбициозный план вся команда очень ему вдохновлена это до конца года иметь 10 кафе гурманник и мы помним цифру 60 останется следующем году открыть еще 50 но будем мастерить да так вы уже частично ответили на мой последний вопрос который планировал задать что еще сейчас в таких фокусных точках развития помимо кафе вот что что еще бы с брендом с вашим происходить хотели бы может быть на самом деле самая главная задача всей компании это наращивание нетопливных продаж да то есть мы начали с того что мы бизнес с но наша бизнес-модель это заработок на нетопливных продажах это ритейл а это хорика и соответственно одной из из вторых нахаж наших задач это развитие собственно marketplace а в блоке ритейла но об этом сейчас наверное не будем говорить и и главная задача на два года хоричного направления food это развитие сети кафе гурманика и становление лидером рынка этого направления вот мы себе такую планку поставили и уверена потому что под руководством нашего собственника с очень слаженной экспертизы которые есть наша компания мы этой цели добьемся ну мы желаем вам удачи спасибо большое спасибо